Друзья мои, я сейчас помыла балконы, привела себя в порядок, и так что-то на душе грустно стало. Вот, может, у вас тоже так было, это какая-то ностальгия по родинам, не по детям. Все равно что-то не хватает, эти дела не заканчиваются одно и то же каждый день. Ищешь себе дела, встаешь вечером, планируешь, что сделаешь, что хорошо, что ютуб, и вот я с вами общаюсь. Как-то меня это, как говорится, отвлекает очень от плохих мыслей. Муж у меня очень хороший, замечательный, у меня с ним проблем нет вообще, как его не сглазить. Мы понимаем друг друга и, как говорится, нашла свою судьбу, но не хватает чего-то, общения с детьми и с детьми. Я все время, каждый день общаюсь, с мамой общаюсь. А вот с подругами, с друзьями не такое общение. Здесь в Мерсине я не нашла себе подругу, потому что, может быть, я как-то по каким-то причинам сейчас очень много времени провожу в ютубе. У меня еще бизнес есть, я занимаюсь золотым бизнесом, сетевой бизнес. Начала я с этого, сетевого бизнеса, и потом уже решила проверить себя на канале ютуб. И вот практически никогда, даже ни с кем встречаться, нет времени, потому что у меня есть какие-то определенные цели, и я иду к ним, этим целям. Мне сейчас надо работать, много работать, а когда я добьюсь моей цели, я буду отдыхать, ходить, развлекаться, и все. Сейчас я не могу даже потратить ни одну минуту зря. Я вот встаю очень рано, ложусь очень поздно, ночами встаю, думаю, прокручиваю, что сделать, как вас удивить. В общем, столько у меня плана вообще, столько, как притворить их жизнь, еще так трудно, потому что я, в принципе, все самостоятельно обучаюсь. Кто мне рекомендует какие-то программы, они в Турции, у меня на компьютеры не загруживаются, не знаю, может, компьютер не ахтит. Ну ладно, я отключилась от темы своей. Так я хотела поговорить насчет друзей. Вообще верите вы в дружбу и существуют ли друзья, подруги, существуют? У меня был такой пример в жизни. У меня была подруга, мне, наверное, лет, мне 47 лет, я ее, наверное, знаю, с 19, как я замуж вышла. На свадьбе она у меня была в первом браке. Вот мы там с ней расходились, приходились, она всегда была одной тоже, вот несколько лет назад. Я ее покрестила, даже крестная мама стала. Не важно, вы знаете, что хотела, вот именно хотела обратиться. Может, ты меня смотришь, моя подруга, моя доченька. Извини меня, если я чем-то тебя обидела, еще нельзя так просто. Мне тебя не хватает действительно, мне не хватает моей подруги. У меня много есть тоже друзей очень, но это была она у меня и соседка через стенку, и очень близко. Дети наши выросли вместе, она меня знает очень-очень давно. Такой человек, который знает меня всю жизнь, как говорится, все мои за, против, и неужели чем-то я так обидела тебя. Действительно, мне не хватает тебя. Оглянись, я тебе пишу, ты мне не отвечаешь, я тебя поздравляю, ты не отвечаешь. Почему ты не хочешь со мной общаться? Нельзя так, надо уметь прощать. Может быть, я в чем-то была не права, прости меня, пожалуйста. Именно я хотела обратиться ко всем подругам, пожалуйста, если вы искренние подруги и настоящие, вы должны прощать, вы должны говорить правду друг другу. Мне что-то не понравилось, я тебе сказала, не надо обижаться, ты мне тоже говоришь много чего правды. Я не обижаюсь, я, может быть, закрываю глаза там и выпущу пару, принимаю, исправляюсь. Так что прости меня, моя дорогая, ты знаешь, к кому я обращаюсь. Очень хотелось бы сделать это видео, потому что мне действительно больно, мне тебе не хватает. Хватит вешать нос уже, никаких претензий, я не предъявляю, претензий о том, чтобы ты меня бросила. Ты меня не хватает, тебя очень не хватает. Так что все зрители мои, те, кто меня смотрит, если у вас есть настоящие правдые подруги, которые прошли с вами, разорвают крыльчон и ледные другы. Не обижайте друг друга, прощайте. Но вы должны говорить правду, чтобы на то и вы подруги. То, что вы думаете и чувствуете, вы все должны рассказывать. И в этом заключается дружба. А другим всем моим, кто меня смотрит, пожалуйста. Не забывайте меня, я скоро приеду, обниму вас, всех поцелую. Потому что я вас никогда не забываю, я вас обо всех помню. Я работаю и стараюсь ради того, чтобы быть рядом с вами. Надеюсь, вы не осудите меня. И ты, и моя подруга, меня простишь, позвонишь мне, и вы с тобой пообщаетесь. И вам всем. Дело хорошее. Цените и любите друг друга. Дружба. Нельзя дружбу просто так раскидываться и терять. Надо верить в хорошие отношения.